Глаз Тритона Пузырь Кобры И усы Крысы А, привет детки А я тут готовил омерзительную закуску для одного жуткого гостя Так, посмотрим Мне нужна кровь священного козла Ой Это будет девственная коза Похоже, ты попалась, Нелли Сегодняшняя история о жертвоприношении иного свойства Жертвоприношении ради любви Жертвоприношение В ролях Ким Дилани Кевин Килнер Дон Худ Майкл Айронсайт Композитор Джонатан Элиас Монтаж Эндрю Лондон Оператор Джон Р. Леонетти Продюсер Уильям Теттлер Продюсер Уильям Теттлер Основанный на истории Уильяма Гейнса Опубликованный в журнале комиксов с шокирующей интересной историей Сценарий Рос Томас Режиссер Ричард Гринберг Спасибо, не за что, мам Спасибо большое, не за что Режиссер Ричард Гринберг И как выглядит ваш сосед? А что? Просто интересно Вы нажали вторую кнопку, а я первую Я так полагаю, ваш сосед мистер Себастьян Филдинг А я так полагаю, вы торговец Да, мэм Так я зарабатываю себе на жизнь Продаю всякое Могу продать все, что угодно и кому угодно Прошу прощения Рад, что вы прибыли, мистер Рид Хотя я точно не знаю, как человек может заниматься делами в этой чертовой мечте Очень впечатляет Это не должно впечатлять От этого должен идти трепет Вы трепещете, мистер Рид? Нет Хорошо Потому что я не хочу иметь дело с человеком, который отвесил бы челюсть от картин, штукатурки или от мебели Вы знаете, от каких вещей я трепещу, мистер Рид? Нет От денег и от баб Они взаимопритягательны Это точно Иди сюда, сынок, я тебе кое-что покажу Посмотри Что ты видишь? Океан Сейчас он блестит серебром Нет, немного правее А теперь, что видишь? Лос-Анджелес? Нет, сэр Ты смотришь на деньги На баб И на дерьмовую столицу западного мира Вы владельцы этого пентхауса, не так ли, мистер Фелдинг? Точно А также владельцы пентхауса номер два Я купил их оба, потому что я не люблю соседей, сующих свой нос Правильно, здоровяк? Деньги и бабы Ну что думаешь? Мистер Фелдинг, ваша недвижимость, включая имущество, оценивается примерно в 9 миллионов долларов Да, так оно и есть Ты не спросил меня, откуда я о тебе узнал? Признаюсь, я вообще-то любопытный Я узнал о тебе от старика Джерри Джаспера, президента твоей компании Мы с Джерри вместе входим в состав нескольких советов директоров И когда я решил, что мне нужно поменять страховые компании, я позвонил старине Джерри И попросил его прислать мне самого умного торговца Лос-Анджелеса И он прислал тебя Я польщен Правда, старина Джерри не сказал мне, насколько ты хорош в переговорах о купе-продаже Речь идет о возвращении денег Черт, парень Если бы я хотел приобрести себе страховку, я бы взял бы труппу телефона и сделал бы это сам На хрена мне ты тогда? Сколько? Я хочу 30% от твоих комиссионных Почему, мистер Филден? Почему? Вам что, денег не хватает? Ты меня, парень, жизни учишь? Сынок, я никогда не платил, не спросив о цене, вот почему я живу здесь А ты живешь там, где там? На пристани для яхт, да? Я дам 20% Парень, ты что, не понимаешь? Если я не получу 30%, я просто возьму их в другой компании Я устрою так, чтобы доктор встретился с вами, мистер Филдинг Какой доктор? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке Это мистер Джим Рид Он только что продал мне страховку в компании старика Джерри Джаспера Ты же помнишь Джерри, да? Я помню, что я его ненавижу По какой-то причине твой босс бесит, Ее Величество Я миссис Филдинг, мистер Рид Рад познакомиться с вами, миссис Филдинг Спасибо Коньяка не желаете? Я уже ухожу Ну что, парень, договорились? Да, мы договорились Вы живете в Лос-Анджелесе, мистер Рид? Да, на пристани У вас с семьей квартира или один из тех уютных домиков? Нет, я не женат И я живу на лодке Правда? И как она называется? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Чудное имя Правда чудное, дорогой? Да Я тоже подумал, что оно чудное, когда впервые его услышал 200 или 300 лодок назад Эй Есть кто дома? Миссис Филдинг Здрасте Здрасте Я думал, что вы зайдете вчера или, может быть, позавчера Это было так очевидно? Вы не первая замужняя женщина, которая звонит после того, как ее муж воспользовался шансом своего страхования Обычно они интересуются своей долей И вы им говорили? Если они были со мной милы Я могу быть милой Могу быть очень, очень милой В зависимости от других Любовь В зависимости от того, как истоя Следует Непустой Смотрит Почему ты живешь на лодке? Мне нравится там мысль, что я могу уплыть за 10 минут. Один телефонный звонок, и компания заберет машину. Еще один звонок, и ты уволился. А что касательно друзей? Хороший продавец находит новых друзей так же, как и новую работу. Почему у меня такое чувство, что ты пытаешься мне что-то продать? Исходя из зачета врача, твой муж будет жить еще до 104 лет, если, конечно, что? Несчастный случай? Это ты пытаешься мне продать? Несчастный случай? Слушай, несчастные случаи не редкость. Люди даже помогают им случиться. Нет, 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 нет. Я не могу даже себя представить, чтобы я сделал что-то подобное. А тебе ничего и не нужно. Я не понимаю, почему ты это предлагаешь. Потому что ты именно то, что я хочу. Ты это все, что я всегда хотел. Дорогой, мистер Рид пришел. Так, так, так. Рад, что ты пришел, Джимми. Спасибо, мистер Филдинг. Принес что-нибудь? Все принес? Все, мистер Филдинг. Хорошо. Мы с Глорией говорили о том, чтобы немного отпраздновать все это. Пропустить бокальчик, другой шампанского на балконе. Я принесу шампанское. Посмотрите на огни города. Тут все. Уверен, что все. Это то же самое, как найти деньги на улице. Магу себе представить. Ну что ж, выпьем шампанское. Вы начинайте, а я приготовлю все для подписей. Мне это нравится. Отличная мысль. Мне нравятся организованные люди. Черт возьми, вид просто чудесный. Почти что стоят тех трех миллионов, что я отдал за это место. Здесь все засверкало. Лучше иди сюда, братишка, Рид. Пропустишь чертовски хорошее представление. Сейчас. Боже, никогда не устану от этого вида. Никогда. Вот такой, как сейчас. Когда стон засел и начинают сверкать огоньки. Знаешь, что я слышал, Джимми? Говорят, что это смог делает эти огоньки такими впечатляющими. Я думаю, что смог. Помоги мне, Глория. Ну, а теперь я позвоню в полицию и попытаюсь сделать свой голос немного истеричным. Привет! Он не терял сознание? Нет. Нет, должно быть, он знал, что происходит. До сих пор слышу его крик. Вы знал... Знаете, что ваш муж согласился потратить 10 миллионов долларов на свою страховку? И вы единственная получатель. Правда? Нет, миссис Филдинг, неправда. Я думал, что вы только что сказали, что он это сделал. Нет, я сказал, он согласился на это, но он не подписал бумаги. Ну, я думаю, что это очень плохо, да? Но он подумал правильно. Бедный Себастьян. Он был таким добрым и великодушным человеком. Спасибо, миссис Филдинг. Мы пойдем. Не провожайте. Они уже назвали его смерть в результате несчастного случая. То, что он упал с балкона. Если бы твой муж подписал бумаги, у них был мотив. Тип, полицейские обожают мотивы из-за денег. Особенно сложно и легко распутать. Натолкнуть парня с балкона. И кто скажет, что он не упал или не спрыгнул? И это было так просто, да? Это не было просто. Это было идеально. А что теперь? Теперь нам некоторое время не нужно встречаться. Да, точно. Несколько недель, а потом ты придешь, спросишь, нужен ли мне совет по страхованию. Устроим ужин, сходим в кино раз в другой. Через полгода мы объявим о помолвке. И еще через несколько недель мы поженимся. И о нас забудут. Я люблю тебя. Я люблю все то, что связано с тобой. Иди сюда. Иди сюда. Твою мать. Черт. Мистер Джаспер? Джеймс. Пригласи своего босса войти. Да, конечно. Проходите, прошу вас. Старик Себастьян знал толк жизни, верно? Да, знал. Как Глория? Тяжело переносит. Могу себе представить. Ты еще с ней? Ну да, какое-то время. Хорошо. Ей нужно, чтобы кто-то был рядом. Скажи, что я здесь. Посмотрим, может я смогу чем-то помочь. А потом пойду. Печалиться лучше одной. А что, это уже было в новостях? Ты имеешь в виду про Себастьяна? Не думаю. А, ну да, конечно. Ты думаешь, кто сказал мне об этом? Полиция сказала. Они приехали ко мне и говорили о тебе. Ну а поскольку я был шокирован, я вознес тебя к небесам. Удивительно, что у тебя уши еще не горят. Они уехали довольными. Как только могут быть довольными полицейские. Какой хера ты делаешь здесь, Джерри? Себастьян был одним из моих старейших друзей, Глория. Я решил заехать и спросить, чем я могу помочь. Конечно, ты можешь. Ты можешь свалить из моего дома и из моей жизни. Понимаешь, Джеймс, мы с Глорией были друзьями. Очень близкими друзьями. Но это продолжалось недолго. Я имел ошибку представить ее Себастьяну. И буквально сразу я узнал, что она будет четвертой миссис Филдинг. Понимаю. Правда, Джеймс? Тогда ты понимаешь, почему я не мог позволить ей уйти. Вышвырни его отсюда, пока... Он пока что, милая. Пока ты не начал делать то, что ты всегда делаешь. Отравляешь все вокруг. Я не мог позволить ей уйти, Джеймс. Я был одержим ею. По-прежнему одержим. Даже когда они с Себастьяном приехали жить сюда, я снял небольшую квартирку через дорогу. Через дорогу? Верно. Прямо напротив Уилшара. Пятнадцатый этаж. Я засек, когда она приходит, когда уходит. Забыл о своем бизнесе. Я даже купил камеру с длинным объективом и часами проводил на балконе, просто чтобы заснять ее на пленку. Глупое занятие для взрослого человека, не думаешь? Буквально сегодня я сидел на балконе с камерой и увидел ее. Заснял несколько кадров. А потом появился Себастьян. И высунулся с балкона. Боже, как этот человек обожал этот вид. Я сделал несколько кадров ради старых времен. Ну а потом появился ты, Джеймс. Точно. Ты схватил Себастьяна за задницу и перебросил через балкон. Так же, будто ты высморкался. Я опять сделал несколько хороших снимков. Нет. Я бы хотел на них посмотреть. Сборю, ты их увидишь. Делай что-нибудь, черт возьми. Заткнись, Глория. Я бы пришел раньше, но я говорил с полицией, мне нужно было пленку проявить. Сделать фотографии. Одни для вас, а другие для моего адвоката. Господи. Хорошо. Какая твоя цена? Никаких денег. У меня их достаточно. Я хочу, чтобы ты поделился. Поделился? Глорией. Он больной. Всегда был ненормальным. Хорошо. Что в точности будет означать дележка? Мне нужна она от заката до рассвета. В остальное время она твоя. Да пошел ты в жопу. Хорошая экспозиция, верно? Когда? Нам нужно знать когда. Думаю, это должно начаться с сегодняшнего вечера. Я не вижу причин откладывать. Никаких причин откладывать. Ты смотришь на деньги, на паб и на дерьмовую столицу западного мира. Ну что, парень, договорились? Да, договорились. Я хочу, чтобы ты поделился. Поделился? Глорией. Я хочу, чтобы ты поделился. Глория. Что я могу сделать? То же, что ты делал каждый день в течение последних трех месяцев. Ничем не можешь помочь. Хуже, чем обычно. У него новая забава. В два ночи мы пошли к супермаркету, и он заставил меня пригласить бомжей. Зачем? Чтобы они смотрели, как мы занимаемся сексом. Джаспер и я. Они были такие грязные. Господи. Такие пыльные, пыльные, грязные. Я не могу позволить этому продолжаться. Это должно продолжаться до тех пор, пока Джаспер этого хочет. В противном случае, он отнесет фотографии в полицию, и мы с тобой умрем в тюрьме. Должен же быть выход. Должен. Нет выхода. Нет. Нет. Он нас не отпустит. Джим? 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 Драгуй. Джим? Джим? Джим, 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 что ты сделал? Не бутал? Сколько, сколько ты выпил? Много. 48. Прочти это. Это твоя свобода. Я, Джеймс Рид, находясь при смерти, признаюсь, что я убил Себастьяна Филдинга, выбросив его с балкона. Также я клянусь, что миссис Глория Филдинг не имеет к смерти своего мужа никакого отношения. А кроме того... Спасибо тебе, мой бедный, глупый возлюбленный. Он это сделал? Разумеется. И как? 48 таблеток не бутала. Чистенько. Предсмертная записка? Да. Длинная и разоблачительная. Разумеется, я ее сожгла. Теперь никто не знает, что Себастьян был убит. И все благодаря твоему замечательному плану и твоей замечательной игре. Привет, Джим. Помоги мне, Глория. Простите, детишки. Буду с вами через секундочку. Это и есть самоубийство. Я почему-то думал, что это будет более сильное ощущение. Ну что ж... По крайней мере, Джим закончил жизнь на светлой стороне. Ненавижу смотреть на парня, который лишается жизни без женщины, которая смеется над этим. Так что запомните. Если ваша женщина по вечерам где-то пропадает... Бросьте ее. Все W stuck. Все вот это делается от туалета. Субтитры создавал DimaTorzok